Игнать Тихонович, мир вашему дому! С миром! Да я тут немножко подготовился чуть-чуть. Так, Игнать Тихонович, вот я порой захожу на ваши ролики и хочу посмотреть комментарии, там написано, например, там 13 комментариев, 15, 17 их, а по факту бывает, что 2-3. Хотя система пишет, что комментариев намного больше. Вот, такое вот явление часто в связи с чем вот это может быть? Ну с чем? Кто-то заказывает музыку, а кто-то пляшет. Кто хозяин? Ко мне в комнату стучаться может быть день и ночь, а я запускаю только одного за сутки. У меня есть сейчас следить за ними. Я вижу, что они с чем пришли, что у них в руках, откуда были. Кроме того, я слышу, что они разговаривают. А мне зачем их себе запускать-то? Моя задача, наоборот, очистить. Поэтому дается такое право, вот если не твой где-то ресурс, ты ничего там не можешь выбросить. А это мой, я хозяин. И система так продумана, чтобы я мог сам ее чистить. Вот мне звонят, иногда вы такой ролик смотрели вчера вечером. Я говорю, да давно не видел. Но там такие матерки идут. Я говорю, вы скиньте, мне трудно ролик-то искать. Он был неделю назад. Неделю назад это означает 70 или 80 должен я роликов просмотреть. Где он у меня был-то? И поэтому я не превышаю свои полномочия. Я хозяин. Я вижу, человек пришел не за тем. В первую очередь есть сквернатцы, роботы. Ну, платят им деньги, они заряжают. Я примерно узнал, как это делается. И они делают вид, будто переговариваются, чтобы ты поверил. Вот у меня заходят, и я гляжу, зашло 15 тысяч роботов. Тысяч! Это вещь невероятнейшая. И кому не позвоню, никто ничего не может сделать. Я Сергею тогда Козлову позвонил, и он там какую-то программу сделал, остановил. Но убрать должен я их. Я их по одному только убирать могу. Я потратил столько времени, пока вычистил форум на форуме. А нет, вот кто заказали. А что вы? Ну, а в моем мире там хорошо, черный список. Он не может даже заходить и смотреть. Вот заходит один, подписывается, профессор китайский какой-то. Ну, он уже через забор живет, варнак такой. Ну, пакости пишет-то. Я его только закрою, назад забанить. Он опять выходит. Тогда мне сказали, вы посмотрите на него, выйдите. Что у него? Я посмотрел, у него 50 начатых роликов. Я если один закрою, второй сразу. 50 он зарегистрировал уже. Ну, я тогда всех по одному, всех в черный список занес. И, видимо, он назад засунулся. На второй, на третий. Ничего нет. Он понял, что что-то с системой неладно. Ты больше никогда не стал заходить. Дальше. Я не на все не отвечаю. Иногда отвечаю. Вопрос спрашивает, как достать ваши книги. Тут я всегда отвечаю. Спрашивает про деревню. Можно, нет, приехать. Какие условия. Сколько стоит земля. Ну, Игорь, я расспросил, сколько земля. Вот огород там полгектара. Под усадьбу где-то, ну, 35-37 тысяч примерно. Это недорого. Учитывая такой участок и плодородная земля. Некоторые не знают. Они даже по этому ролику могут узнать. Ну, вот поймали вора. Ну, какие вы здесь. Вот, ну, хорошо. Вы, дед, там, это, ой-ой-ой. Не зря вас хотели в КГБ взять. Я как-то говорил. Не взять, а говорили так, что у вас такой военный характер. Вы прямо все точно делаете. Вам бы только в нашей системе работать. А они поняли теперь. Я в КГБ давно продался. В ЦРУ был. Ну, племянник Суслова. Ну, и внучатель Гитлера. Ну, плетут, что попало. И 52 человека пальцами вниз показали. Вора не надо ловить. Ну, кто? Ворье. Ворье и зашло. Я им что могу отвечать? За хвост до ямы такого одра. А другие вот, наконец-то, хоть маленько поубавятся. А что он вам? Он ничего не вернул. До этого украл 300 литров солярки. 300 литров. Это не 2 литра. Притом, трактор Игорь загрузил. Выезжать на пассивную. Утром встал, ничего нет. Магнеты там все украли. Аккумулятора нету. Поймали. Милиция приехала. Ну, поговорили. Но, видимо, мы на каком-то там учете стоим тоже. Начальник уголовного розыска. Да три раза приезжал. И, правда, больше тот не приезжал. А другие там варьё-то подняли гвалт какой-то. Я что им отвечать должен-то? Да какие вы верующие, тебе в одну щеку подставят вторую. Кто подставляет там, ну, они знают, что, так сказать. Требуют рубашку, трактор. Так ты ему все горючее отдай. Не об этом речь-то идет-то. Господь говорит, кто и как. Они ничего не знают. Ну, поэтому вот только за последнее время я удалил примерно 5 тысяч. Тысяч? Я посмотрел в интернете, где не следят за этим. Что там есть? Зайти невозможно в комментариях. Там мы не президентом. Ирина Тихонович, прошу прощения. А почему вы тогда вообще не идете на то, чтобы убрать вот эту функцию, чтобы вообще не комментировали, чтобы не было этого? Было у меня одно. Но не учитывая, что у меня ролик... Мне просто интересно, почему вот так вот именно... Они же столько времени у вас отнимают вот это удаление, все вот это. Этих всех фейков. У меня понял. Я понял, понял. Ты кратко выражайся. Вопрос должен коротко выражаться. Полминуты. Так вот, нападают на то, что мы выжигаем шершней. Другие, вот молодцы, да перекрестились, да вот убрали. А другие начинают гадить просто. Да вот такие, как вы, лес сжигают. А стоит на плотине, вода с двух сторон. Ты сам был тут. Там ничего нигде не загорится. Сырое дупло, а не в дупле. Их никак не выжечь нельзя. Другие одобряют, а эти... Ну, что это должно? Люди считают... Ну, например, их не знает шершней, что такое. Что это вроде экзотическое. Они в красную книгу записаны. Их столько же много, как вас таких вот, которые лезут на меня. Жалят. Я хочу сказать, что меня жгут с шести сторон. Не с четырех, с шести, запомни это. Это как? Ну, а как так? Вот четыре стороны, север, запад, юг, восток. И сверху, и снизу. Как куб. И сверху, и снизу. А почему? Ну, Андрей Кураев сказал, если бы Игнатий не трогал вот эти больные, болевые точки патриархии, к нему отношение было совершенно другое. Совершенно. Вот Андрей Кураев это увидел. Андрей Кураев тоже бы не трогали. Профессором оставался везде. Он тронул это змеиное болото. Это голубое лобби и прочее. Он поступил так, как должен поступать христианин. Не проходи мимо. Есть такая стенд-тема. Не проходи мимо, ты видишь. И вот сейчас в последнее время у нас в Потеряевке тут был один человек. Ну, понятно, о ком я говорю, не хочу называть. И вот приехал он, все нормально, нормально где-то. Но в январе еще причащался и через неделю восстал против всего. Явное дело, что вошел, говорит, легион в него. Стал хулить, там и к вам приедет архиерей, я не пойду в храм. Потом сразу на батюшку бросился, вы все еретики, патриарх еретик, патриархия еретическая. А принимал крещение у нас. Ну, что можно сказать-то? А как за него бросились там эти... Бесовщина началась. Дон Ли, там разные вот такие. Да ты же... Давай, ты теперь вместо Игнатия будешь, он устарел. Ты теперь Потеряевкой будешь рулить. Мы тут уже в Корщины, рядом. Вот то другое там начинает перечислять. А он на полном серьезе все-то принял-то. Что я с ними должен делать? А меня спрашивают, ну, это интернет. А без интернета нападали, нападали. Еще какие-то статьи, у меня есть книга, из одних документов почти. Для слова Божия нет уз. И московский комсомолец на Алтае, такая поганейшая газета. А они там, наконец-то, Лапкина прихлопнули. Пишут как. И дальше там. Ну, разные статьи пакостные-то. Есть такое выражение, сатисфакция. Требование извинений, возмещение ущерба. Я приехал, обратился в редакцию. А они не даже разговаривают. Ну, я подал в суд. Один процесс выиграл. Тут захали все. Краевая прокуратура мне руки жмет. Они на них нападали. Их, говорит, не возьмешь. У них головное управление там в Москве, которое местное отделение, в Горном Алтае. С ними, говорит, разговаривают. Только руки в кармане, в кулаки сожми. И стой, чтобы его не звездануть. Я говорю, нет, не пойдет. Я стал искать. Они нарисовали. Там, Курдюмов такой. Нарисовал. Черт стоит. С нагайкой. Плеть такая у него. И наручники. И стоит без этого. Вверху написано «Община Игнатия Лапкина». Ну, я приехал когда и постарался в редакцию пойти везде. Ни под каким видом. Ну, я тогда пошел, проконсультировался в Краевую прокуратуру. Это газета все-таки. И он говорит, нет, их не возьмешь. Ну, попробовать-то можно. Я подал в суд. Один суд. Второй, третий все выиграл. А потом начался полный разгром. Который главная статья писал сам Александр. Это лучший журналист. Находят убитым его. Который выступал больше всего. Лавриненко. Николай Сергеевич. Бывший летчик-то. Уволили. С ним приступы начались. Он говорит, это меня Лапкин довел. Там то другое-то. Там, которая выступала против религии. Ей, Прокофьеву и Ирине запретили эту тему на лестничной площадке. И все. Заплатить и опубликовать в самое ходовое время. От пяти, допустим, с семи вечера. Они все сделали. Но по одному ролику они не согласились стали. Я сразу подал на прокурора города Москвы. Мгновенно отреагировали. Им сразу. Арест всей типографии. Вы все заплатите. Штраф в несколько раз больше, чем мне присудили. Они мигом рассчитались. А как вы, я говорю, на каждый вызов неприятеля, я отмечаю серии ударов всегда. Почему? А по-другому никак. Мне заповедано это. А заповедано Словом Божиим. Не просто это враги Божьи, которые выступают. С ними по-другому нельзя. Все затихло по сегодняшний день. Уже лет 10. Игнать Тихач, а можете перевести цитаты из Библии, где это заповедано? А то и вот это разъяснить заодно. Вот это вот все-таки. Матфея, 5 глава, 39 стих. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Вот это вот. Ну, обратись. Речь-то идет не обо мне. Вот есть такое выражение. Постигает, говорит, на личность и деловую репутацию. А вот тут-то как раз, тут ни слова Божьи, ничего не говорит. За деловую репутацию мне каноны прямо повелевают это. Биться с ними. И каноны повелевают. Даже если эти епископы, патриархи, я имею право в суд подать. Каноны православной церкви позволяют мне это делать. И поэтому по-другому никак нельзя. Ну, главное, затихло все. А эти выходят, а они, ну, никакие. Я могу запретить, а там никак. Я только должен был физически вмешаться. Еще интернета не было. Теперь, вот, приехал человек этот. И он поднялся против. Подписывается соблюдать устав деревни. У деревни, у нее цель восстановления на старинных, благочестивых, христианских, православных обычаях. Он это знает прекрасно. Он пошел на все на это. В уставе написано, никуда не выезжать, куда бы не поехал просить благословения у священника. Он намертво священника отрицает. А зачем он такой нужен-то? Вокруг него колготится свора, безумцы настоящие. Что я должен делать? Кроме того, оказывается, что он гражданин другого государства. А нам, чтобы получить статус нашей деревни, мы потратили громадные усилия. 21 тысячи деревень разрушено. Тебе надо где-то? Ну, бери любую. Любую. В любом районе тебе дадут. Деревни. Там все есть, и инфраструктура, и столбы, и асфальт. А у нас ничего нет. Зачем тебе к нам лезть? Он туда не идет. Он тут присосался, как клещ. Поэтому разговора другого и не может быть. Мы говорим, езжай туда. Нет, я не буду здесь. Будут злодействовать против вас. Злодействуют злодеи и злодейские. Ты знаешь, не получится. Теперь власти-то за нами следят. Уже весной они будут знать. Он за землю не регистрирует. Все делают самовольно. Показывают, как сжигают паспорт свой. Объявляет все государство Антихристова с президентом вместе. Все это выступает. Открыто это все. В собрание идет. Кроме того, патриарх, все еретики. Вчера причащался, исповедовался. Все это про. Теперь ищет он самых отщепенцев. Отступников от церкви. А вокруг него всегда найдутся какие. Что мы должны делать? Опустить руки? Молчанием предается Бог. Григорий, богослов, говорил, он знал, о чем говорил. А можно ли? Никак. Если ты видел и промолчал, 3.18, говорится, из Икииля, то он погибнет. Но его кровь я взыщу с тебя, говорит Господь Бог. Где говорится Писание? Слушай внимательно. Павилена. Павилена. Не просто стоять, а раскваситься где-то. 3.18 до 20 стиха. Но если ты говорил, а он не внял, ты его обличал, но не принял, он погибнет. Но его кровь на его голове. А ты спас свою душу. Почему люди эти места не знают Писание? Понятно? И по этому? А? Ну, я тоже не знал до последнего времени. Я через вас много что узнал, что есть Писание. Надо бойцом быть. Господь повелевает. Почему? Я поставил тебя, говорит, разрушать, искоренять, выжигать все. А потом строить. Тоже пророк говорит Иеремии, первая глава. Зачем он это говорит ему? Я молот, а то другое. Я тебя поставил на это. Я знаю мое призвание. А они, вот он такой, у него нет гражданства, ничего, а закон это запрещает. А у них как у людей? Если власть я обращусь, значит, я стукач. Я его заложил. Значит, он нас всех заложил, вопреки закону, всякая власть от Бога. Он не напрасно носит меч, они молчат. Почему? Безумцы. Безумцы, они отвергают Бога. Сказал, безумец не от Бога. А еще власть не от Бога. Вот она и есть от Бога власть. Пришлось, ну, порядок такой, к мирским властям обращаться. Сначала должно быть собрание, должны разрешение дать. В Потеряевке прошло собрание и сказали, приступай. Ну, я пошел сразу в УВД края, отдал документ прокуратуру края. Дальше пошли мы, где и миграция, миграция идет сюда. Дальше к краевой администрации и к представителю президента. Это самая большая шишка, так сказать, должность. Ну, и начали расследовать. Один раз его пригласили, забрали. Паспорт все показал. Нам никак не показывал паспорт. У нас данных его нету. А приехал-то через меня. А теперь власти-то на нас. Кого вы принимаете-то? Эти люди, которые нас нападают-то, они хорошие люди-то. Хорошие. Они неравнодушные. Ну, вы основите село одно. Установите порядок. Напишите устав. А потом принимайте, кого хотите. Ни один нету. Во всем союзе нету. Нету. Может, мировой практики нету. А поэтому он свободный. Он может регулировать мною. А зачем это нам нужно? Во-первых, он нарушил правила. Устав. Поэтому разговаривать никак не может. Ему предложили 2 тысячи заплатить. Я не знаю, заплатил нет. И дальше добровольно выехать на свою дорогую Украину или в Парагвай. Куда он, откуда приехал-то. Свободно. Ну, под контролем. Как контроль, я еще не знаю. Он и не понял. Прошло сколько дней. После решения суда срок кончился. Его нету. Они приехали, его загребли. И мы думаем, он там. А его нету. Он уже здесь сидит. Здесь уже в городе, уже под арестом сидит. И вчера мы были к этому человеку, ходили, встретились, побеседовали. Ну, что вспоминать-то? Я боялся одно слово сказать, чтобы хуже-то не было. Ну, и все отправляют. Теперь уже с наручниками. Теперь уже ни шага в сторону. Он сидит, нормальная тюрьма, в тюрьме. Для иностранных граждан, правда, отдельно. Но мы еще могли собрали, отнесли и прочее. Он говорит, да у меня есть. Я говорю, нет, ты возьми, особенно деньги. Тебе потребуются. И вот нападают теперь. А, вы вот посадили, заложили. Он сам себя посадил. Ну, на красный свет едет. Его милиционер остановил. Милиционер его заложил. Он едет, задавил человека или разрушил. В киоск где-то врезался или в церковь. Да кто его заложил-то? Он разрушает все. Теперь он властен призывать, кого хочет. И никаких законов нет для Потеряевки. Я тут сам хозяин-то. Ясно, безумие. Вокруг него такая началась кавалькада. Такой шабаш ведьм. Мы сделали все, как есть. И они нападают на меня. Но некоторым я не отвечаю, потому что я их знаю. Людей. Они были православные. Даже у нас крещение принимали. Вдруг отпали от церкви полностью. Не могли перенести какого-то укора, от кого-то, от епископа. И теперь сделали как звери свирепые. Но я все равно им не отвечаю. Все еще чужу пощадить. И сделали никому не примкнули. Ни к баптистам, никому. А найдут какого-то на СД обязательно называется где-то. И там он колобродит что угодно. Ты даже знаешь, о ком говорю я. Я могу даже вот последние новости от Олега Свата могу процитировать. Да не надо. Он всех завалил этим. Он рыщет за всем. Он ходить не может. Больной человек. 150 килограмм веса. Вепер дикий. Кабан. И он сидит и всем берет. Там Тувинское что-то сказало. Куда-то забрасывает. А там вот вещать даже нечего. Там брехня. Он не понимает ничего, кто пишет-то ему. А он везде это берет. И этот начал сжирать со щепками любую блевотину. Самое страшное. Игнатих, прошу прощения. Самое страшное. Вот Марина потом. Буквально через несколько дней к вам зашла. Ну то есть за нее просто страшно было. Какие она слова говорила. Так это все влияние как раз Романа. Ну ладно. Романа, это его письмо читала. Это его. Он написал, я и скинул. Ну даже так тогда. Это его дух. Дух. Я уже выслушал. Все. Ужасно. За Марину. На занятия Сергея Пупкова она перестала ходить. Да. Да, перестала. Ее нету. И его нету. И вот он никак не может быть. Что я сделал не так? Я спрашиваю. Почему я должен с ними разговаривать? Велика честь мне с ними разговаривать. И они не понимают. А вот вы такой, если к властям обратился, заложил. Я говорю, ты стоишь, ночью какой-то шум. Ну это Брежнев, про него кино. Когда смотришь, он за шторкой увидел там, кого-то они выловили. Он сказал, приведите сюда. Я не могу этого сказать. Утром оказывается, убили двух человек прямо перед нами. Милиция пришла. А вы не видели кого? Я видел. Я соврать не могу. Я что должен говорить? Я видел кто. А вы знаете кто? Конечно знаю. Это уже не первый раз они. Что я должен делать? Перед этим двое ребятишек потерялось. Что я должен делать, когда он, вот он, враг? А перед Богом-то Господь спросит. Ты видел? Ты слышал? И за это понесешь ответственность. Ответственность в Писании говорит. Об этом исход, говорит, в Таразаконе. Если ты знал и не сообщил, грех на тебе. Ты узнал, он тебе говорит. А она такая, говорит, на лоне. У тебя на груди спит, как овечка. Близкая тебе. Но сказала, пойдем там к баптистам или кому-то. Твоя рука первая, да не пощадит ее. За волосы и тащи к властям. Сын, мот и пьяница. Родители не имеют права скрывать. Обязаны сказать у ворот города, побить его камнями. Это Библия нам говорит. Библия говорит. Я не к тому, что убивать, но безразличным ты не можешь быть. Они молятся, которые нападают. Да нет, конечно, они друг друга не знают. Ну, создайте хотя бы в 10 человек общество. Напишите правила, что у вас можно ходить по деревне, голому там, не напишут. И нет ничего. Они ничего создать не могут. А ведь мы начали создавать тогда, когда инфляция пожирала все. Тогда стоило 1 рубль, а с 91 по 97 восполнялась 10 070 инфляция. Надо было платить вместо 1 рубля 10 070. Ну, как в Германии перед войной было. Кусок хлеба стоил 3 миллиарда. Миллиарда. Ну, нашлись люди, которые разыграли, говорится, другую игру. Вот и здесь. Что я им буду отвечать? Зачем? Он говорит, даже который близко знакомый был, говорит гадости какие-то. Он, я знаю, разумный, мог бы правильно рассудить. Он не рассуждает. Он теперь любого ищет. Он один остался. Один. Ну, кроме жены, как правило, никого нет. А жена куда деться там? И он теперь ищет сообщников. Обязательно найдет. Есть сатанисты. Есть масоны, коммунисты, фашисты. Всегда найдется кто-то. А я не один. Кто не один? Ты возьми доброе дело. Если от Бога оно устоит. Вот начните. С нами как не боролись? Это начало 90-х годов. В 91-м году батюшка приехал, 14 мая. И мы устояли. Получили статус, электричество, школу. Это государственное все. Я теперь должен. А одному безумцу под ноги бросить. Ладно, разрушай. У них-то ничего за этим не стоит. И поэтому, зачем мне отвечать-то? Его, говорят, за хвост, да в яму. Я его выщелкнул и все. Он еще зайдет где-то. Ну, замучается заходить. Я каждый день удаляю, ну, примерно по 70 до 100. Вот таких вот вбросов. Ничего там нету. А, вам только хорошее надо. А зачем ты меня учишь-то? Я тоже и дома, и в церкви хочу хорошее. А ты в окно дохлых собак, кошек толкаешь. Я не имею права вынести их. Хулиганье. Зачем? Иначе бы эта система не давала мне права заблокировать его, убрать. И у тебя нет этого права. А у меня есть. Почему? Ты на своем ресурсе это можешь делать. И поэтому какое обвинение может быть? Даже я не понимаю. И зачем мне засорять свои ресурсы? Я за этим и смотрю. Модератор, администрация обязаны смотреть. Вот на днях только. Почему вы не смотрите за своими роликами? Там такую гадость говорят. Ну покажи где, чтобы... Ну правда, прошло время. Говорят, да, теперь нету. Люди смотрят. Ну да, мне встречались тоже и маты там, и все такое. Ну вот и вот я отвечаю, почему. В первую очередь, это не соответствует действительности. Это самое легкое. А зачем мне ложь? Лживые свидетели. Он не видел, не знает ничего. А этот такой-то, я такой-то. А какой? То есть у него какие слова были? И на три, на пять, на десять букв. Он все лепит. Я должен смотреть, что в уме или нет. Чего же ради? Это когда я имею право заткнуть ему, чтобы я не говорил ничего. Эту дыру замуровал, и все, ничего нет. Это и так понятно. И за это никто не осудит. Я хозяин двора. Я вижу, какую пакость через забор накидали. Я выбираю все и уношу на свалку. Почему я должен теперь? Кто заходит, смотрите. А вот у меня набросали такое-то там раздавленных кошек, собак. Это слова от раздавленных людей грехами. Особенно мне жалко тех, которые были близки. Это самое тяжелое переживание. И евангелист Иоанн говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Отсюда вывод. Самая большая печаль, когда дети твои отступают. Павел говорит, я снова в муках рождения, доколе вас изобразится Христос. Некоторые стали, как враги креста Христова. И он затаился, этот человек, и ждет, где на меня кто-то нападет. А вот там, я считал, там не мат только был, а только так, это вам... Ну, я хозяин, зачем ты мне командуешь-то? Пиши свои ролики и командуй. Я вижу вперед, что ничего в нем нету. Я и выбрасываю, и он и не нужен совершенно. А вот вы сидите, только жрете и жрете. Никто нигде не работает, бомжатник, грязь. Он еще не знает. Мы, во-первых, не дома сидим, а на кухне в лагере. В лагере. Там, когда Никита не помог Галле вытащить чугун. А, это баба командует. Во-первых, она не командует. Это мужик. А она из больницы только пришла. Он ничего этого не знает. Она слабая. Из больницы, говорится, редко выходит. Ну, старается, делает. Пришла ее ребятишки у нас были. А вот она говорила так. Это жена Патифара, такая же вот умная, красивая. А Никиту что? А другие косяка дал Никита. Его на бутылку посадить. Понимаешь? Разные отзывы. А где на нее нападают, это не соответствует действительности. А дальше начинает. Она одна. С ней все мужики спят. Я что должен сказать? Матерка ни одного нету. Я должен еще смотреть. Она мне звонит и говорит. Посмотрите там, Игнатий Тихонович, такое нехорошее, говорят. Она звонит мне. Я что сказать? Нет, такая ты есть. И нападает те, которые ходили в церковь православная, сделались как гиены. Пожирает всякую падаль. И притом, повторяю, люди хорошие. А вот огорчение не мог пережить, не отвергся себя. Такие прям занимает пост хороший. Свернулся, что-то архиерей сказал, и ему как мозги спихнуло. Да против меня-то сколько выступали архиереи и разные дворкины-то. Ну я же никуда не иду. Никуда. Настолько никуда, когда стали вот это объединение, как бы, с патриархией зарубежья. Мы две только общины, которые никуда не пошли. Никуда. Мы как были, так и остались. А вот на вас там не счиститесь там у них. Правильно, не счислимся. Ему сказали, вычеркни. Но не означает, что мы у него не счислимся. У Илариона, как правило, в зарубежной церкви. Мы молимся друг о друге. А они нас никакого влияния никогда не имели. Он у нас ни разу не был. Мы-то поминали его и поминали, так и поминаем. Я пошел в отдел юстиции и говорю, надо перерегистрироваться. Да нет, не надо, у вас все хорошо. Зачем мне не дергаться, как нагальванизированная лягушка безголовая. Мы спокойно стоим. Батюшка с ними встретился, местный митрополит, патриарший, митрополит Сергий. И тот Иларион вместе были. Батюшка с ними в прошлом году там, или позапрошлом, попал вместе. У нас прекрасное отношение с теми и с другими. А который там пишет какой-то, дулеющий, он еще СД, он обязательно попадется на меня. Он и не понимает ничего. Это выродки. Он никакого отношения к вере Христовой не имеет. У него Духа Божия совершенно не касается. Он бы сказал, а в чем эти люди виновные? Я бы сказал, наша молитва дороже всей вашей молитвы с монастырями. Дороже. А почему вы так о себе... Не я думаю, это вы меня заставляете. Вы должны патриарха поминать. Вроде без моего упоминания, он в ад пойдет. За него все монастыри молятся, ему этого недостаточно. Через это покорить надо себе под ноги, как Папе Римск. Об этом не получится. Мы знаем свое место. Мы не сдвинулись с места. Об объединении речи не было. Батюшка был там в Инояке, где там собирались они, сакраменты. Там речь шла о признании, акта о каноническом общении. То есть мы признаем, что у них действительное причастие, а они у нас. А мы всегда признавали. Поэтому, которые там у вас в Омске отошли, вроде зарубежная церковь-то. А они считают патриархию безблагодатной. И поэтому мы с ними никогда не можем соединиться. Поэтому нас справа долбят и слева, и с севера, и с юга, и снизу, и сверху. А почему? Павел говорит, ну снизу понятно, демоны. А сверху мы сделали, говорит Павел, позорищем для ангелов. Для ангелов. Вот посмотри, какое толкование. Кого ангелами называют? И поэтому все их нападки, вот это буйное вакханалие против нас, это самое лучшее доказательство, что мы не такие, как они. То есть не эритики. А зачем бы они нападали? Не такие, это определенно. Зачем бы на своих-то нападал-то? Никак. И они этим свидетельствуют, что мы намного-намного дальше их прошли. Мы им не отвечаем на этом, ни во что ставим. Они лают на нас. Я говорю, что на четвереньке должен встать и лаять. Он говорит, то не троганье свое. Златоуст говорит, стой на берегу спокойствия. Не отвечай ему. Я знаю, маленький даже ответ сразу вызовет в нем реакцию другую. Наконец-то пробили, заговорил. Ну и дальше будут наворачивать. Они показать ничего не могут. Образуйте детский лагерь. С такой дисциплиной. 45 лет ни один не сгорел, ни один не утонул. Ни один не поврежден, ни один не отравлен. 45 лет ни рубля государство не дало. Ни рубля. Что они доказывают-то? Это уникальнейшее место. Через один месяц ребенок приезжает, наркоман закончен, уезжает, забыл про наркотики. Приезжают профессора, не откуда-то, а директор Кэсселлского института Великобритания, Лондон. Живет тут. Да как это так может быть? Как? И находят. Она мне говорит потом, знаете, такую даль приехала, ее из Останкино привезли сюда, из Москвы. Она говорит, мне и половину не рассказали, как царице Савской о вас. Она книги приобрела и прекрасную статью в интернете поместила. А они их могут так написать? Нет. Нас со всех сторон обследовали. И они ничего не могли найти. Если снимают фильмы конкретно о мне, Златоусте с Потеряевке, он занимает первое место в России среди документальных фильмов о православии. Скажи, что это на дороге валяется? А причустили занимать первое место на международном киноконкурсе. Это что, на дороге валяется? А у них что? Я могу только о них прочитать стихотворение из прозы Алексея Максимовича Горького. Он говорит, а вы на земле проживете, как черви слепые живут. Ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют. Весь ответ. А обо мне песни поют, если уж на то пошло. Это Бог делает так. Почему? Утешение дает Господь. Но я их всех помню, всех волоку за собой на молитве. И они это знают. Вот Роман вчера вышел, первым делом обнял меня. Вчера встреча была. Здесь, в Барнауле, где он сидит. И сидели, поговорили. Я уж старался ничего не задевать. Все. А они-то что? Да век они никому не нужны. Странно, конечно. Как будто я действительно дьявол его взял и с помощью него все это творил. А потом он, когда в себя приходит... О нем звонят. Это он так начал, все сделал. Дурак. Опять звонят другие совсем. Это столько он сделал, был, помогал, в хороших отношениях. Ну, дурак. И опять. Как будто я говорю, Роман звать. Да какой Роман? Дурак он. Столько разрушил всего. Назад-то ему уже не разрешат, по всей вероятности. А землю-то эту, она не его. Она за ним не числится. Сейчас новый человек приезжает, он эту землю осваивает. И все кончилось. И вот только что через кого-то продать, что он накупил, тут и дальше. Ну, дальше Бог усмотрит. Я молюсь о нем каждый день, чтобы Господь изгнал из него дьявола лжи. Я обратил на путь покаяния. Он в моей молитве постоянно. А у них этих ничего нет. А хотите испытать себя, постройте деревню. Вам разрешат. Притом это приветствует советская власть. Сколько я об этом не думаю. Я считаю, что никто не сможет это сделать, Игнат Тихонович. Это просто так и обстоятельства сложились все. И в вашей личной судьбе, и в судьбе брата, и в судьбе... Вообще, то есть это просто нереально. Это нереально. Но они говорят о нас, говорят, брат ваш, Каарон, священник, а вы Моисей. А там сестра против поднялась, это Мариам. Да, и сестра. Но вы общину создайте, не просто поселиться, это еще можно как-то. А общину на таких строгих правилах, чтобы все до одного были крещены в полное погружение. И чтобы поминали патриархи, но патриарха поминали и остались в прежнем состоянии. Это очень и очень непросто. Даже это. На слове Божьем никто не сможет, потому что в среде, мы знаем, в среде православия к слову Божию относятся... Вот когда ты начинаешь, они на тебя вот так вот говорят, ты тебя уже сбрендил что ли совсем? Ты что? То есть уперся в слово Божие. Да не, не, перестань. Не кронштадт. Что за кронштадтил-то? Там еще какие-нибудь что-нибудь скажут. А вот вы сказали, Игнат Тихонович, про Лондон, из Лондона приезжали. И вот был несколько лет назад Андрей Николаевич Кочергин был там, в Оксфорд, в этих школах английских, где мальчиков отдельно воспитывают. И он там рассказывал, что там до сих пор наказание розгами присутствует. И они живут в аскетических условиях абсолютно. У них там буквально, где они живут, в комнатах, очень прохладно, очень прохладно. Ну то есть вот все как у вас, по сути дела. Да ко мне психологи приезжали, профессора, жили и записывали, откуда вы это знаете? Где вы мотом учились? Я говорю, вот это взято из японского воспитания, вот это новозеландского, вот это из Дании. То есть это вы все знаете. Ну как знаю, я всю жизнь учился. И очень активно учился. Я показываю, вот это вот взято вот отсюда-то, а вот это отсюда. Ездил по лагерям в Америке, батюшка ездил в Германию. Я говорю, вот такая статья, она недавно появилась, называю Московского патриархата, студенческий журнал, Покров называется, Покров, в Барнаульской духовной семинарии. Номер 9, 2016 год, страница 34. Про нас тут пишут, сколько у нас, что. И дальше пишут, после подписания акта о каноническом общении и восстановления единства внутри русской поместной православной церкви, пользуясь нормами приложения к акту о каноническом общении, приход сохранил свою юрисдикционную связь с РПЦЗ, не входя напрямую в подчинение Барнаульской епархии. А тот, который нападает, а там разные, они ничего не знают. Так, несмотря на то, что время, определенный переходной период для российских общин РПЦЗ до 17 мая 2012 года истекло, у нас и птихий был епископ, он был новоденовский, приходы в городе Барнауль и Силя Потеряевка фактически поминают за богослужением святейшего патриарха Кирилла и предстоятеля РПЦЗ, митрополита Илариона Капрала, имея при этом полное общение с Алтайской митрополией. Настолько это уникально, потом мы поминаем только тогда патриарха за богослужением, когда служат у них, их, у нас священники. Мы знаем, где эта золотая середина. Крестовозвиженский приход города Барнаула и община Сила Потеряевка является уникальными и своеобразными приходскими общинами. Члены общин придерживаются многих благочестивых традиций, свойственных старообрядцам. Мужчины не бреют бород, остригают волосы, носят рубахи на выпуск с поясом. Женщины также не носят облегающих и тесных одежд, носят платки. В общинах строго поддерживается древнерусский нравственный и бытовой уклад многие семьи многодетны. Это пишет Московская Патриархия. Помни? Дальше. Старость этих общин является родной брат протеерея Акима Лапкина Игнатий Тихонович Лапкин. Известный православный миссионер, объехавший с проповедями о православии более 500 городов в России и ближнем и дальнем зарубежье. Не 500, я поправляю, а 600. И не просто объехавшие, а в каждом я дарил полный комплект своих книг моих, которые я издал. И каждый комплект стоит 750 евро. Вот 750 умножить теперь на 600. А потом умножить еще на 70. 750 умножить на 600, а потом на 70 еще умножить? А теперь мы только узнали сколько. Если у нас евро-то сколько умножить на 70? Сейчас. Сколько будет? Сейчас я найду у себя этот... Ну вы пока говорите, Игнатий Тихонович, я найду сейчас... Ну я тебе говорю, а ты сейчас посчитай тогда. Миссионерская практика И.Т. Лапкина вызывает разную реакцию. Слушай внимательно, отвлеки сейчас пока. Разную реакцию. Но, однако, можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам в православной вере пришли тысячи людей. Да. Вот пускай кто-нибудь из них получит такую похвалу и дальше. Кто пишет это? Слушай. Доктор богословия. Кандидат юридических наук. Профессор капитры истории церкви Черновицкого и православного богословского института. Настоятель храма Святого Луки города Норильска. Священник Павел Бочков. Ну что еще сказать можно? А эти, которые в глаза не видели ничего, ну что, муха жужжит, комар, жук жужжит. Ну любой честный, здравомыслящий, непредвзятый человек, он то же самое может сказать. Ну да, так если он знает, это доктор богословия Московской Патриархии. Ну нет, я просто... И при том пишет где? В журнале Московской Патриархии. Тут большую, конечно, роль сыграл тот митрополит, который у нас, Сергий Иванников. Он изменил обстановку полностью. Но говорит, жалуются на вас, стучат рогами. Вот так вот показал. Стучат. Вот он понимает, что не сам человек это делает. И что я этим клеветникам, недоброжелателям должен говорить? У них ничего нету. Нету. Ну вы напишите одну хотя бы книгу, по которой люди бы обращались и меняли свою жизнь. Создайте одну общину. Ну небольшую, хотя бы человек на 10. Значит, что-то не получается. Пускай Дворкина возьмите во главу себе. Ну по порядку всех священников, какие есть. Создайте одну, чтобы все исполнялось. И такое благочестивое отношение было к литургии, ко всему. 31 миллион 500 тысяч. Да. Вот настолько мы подарили. Настолько подарили книг. Не считая, что в окрестности только Потеряевки мы раздали 30 тысяч Евангелия Новых Заветов. А по факту эти книги вообще цены не имеют. Там концентрация просто всей святоотеческой мысли, всей библейской мысли. И оно еще применимо к сегодняшнему дню. Как вот хвалит Алексей Лечосипов, Игнатий Брянчанинова, его труды, что он применимо к 19 веку писал, к сознанию современного человека. А сейчас уже на дворе 20-й, уже отошел 20-й, 21-й. И они именно сейчас актуальны для нашего времени. Ну то есть, как бы цены просто нету цены на самом деле. Ну а эти нападают-то? Причина-то какая? Пишут пакости-то. Ну понятно, от зависти лопаются. Я все время везде повторяю, у меня нет никакого духовного образования. Я всю жизнь занимался самообразованием. Игнатий Ильич, а природа зависти, откуда она берется? Что это такое? Вот вы исследовали это? Конечно. И написано так. Завистью дьявола смерть вошла в мир. А почему? Он позавидовал человеку, что на место его падшего, Бог говорит, обители опростались и выгнали оттуда. А теперь Бог набирает верующих. Он позавидовал человеку. Написано, Стефана побивали когда и предали из зависти Христа. А Стефан говорит, и Иосифа предали братья из зависти. Это там 7 глава Деяния апостолов. А могли бы спросить, а какая зависть? Братья бы это отрицали. Главное, Пилат знает, что Христа предали из зависти. Да чему завидовать? То-то и оно нечему завидовать. Но есть что-то такое, что слепит их в глазах. Вот они нападают на что-то. Ну, возьми даже простенький маленький пример. Платите десятину. Вам Дух Божий это не открыл, потому что вы утробы ленивые. А мне это открыл. Я услышал это в 62-м году. А сегодня, это уже сколько лет? 55. И я выдержал, взявши на себя платить только 9 десятин. Все время думал, у меня 10 детей. Я должен прокормить. 2-3 работы на 280-300 процентов. На стройке. Бетонные работы, плотинские, стекольщик. Что угодно. Печник. Я всегда был при деньгах. Почему? А потому что я их не тратил. 10 рублей у меня на месяц уходило. А остальное шло на дело Божие. Относили куда? Баптистам. Где тайно печатали новые заветы. Мне Бог положил на сердце это. На то, что я отдавал своей рукой. Вышли тысячи и тысячи новых заветов при советской власти. А у них ничего этого нет. Что я могу сказать? Только сказать. Бедные, несчастные. Пощади их Господь. У них нет ничего. А Давид говорит. Межи мои, прошли по прекрасным местам. И наследие мое приятно для меня. Я давал хлеб семи и восьми. Как Алексея говорит. Еще и много лет плывет сюда. Со мной сплошняком чудо идет. У меня все отняли. Я арестован. Органы КГБ. Не просто КГБ. МГБ. Московское КГБ. Местному дало указание со мной расправиться. Я стою в храме, освободился. Молюсь. Кто-то меня за руку тянет. Я так показал. Нельзя. Литургия идет. Он мне в руку сует что-то. Ну, я взял в руку. Кончили молиться. Те книги, которые у меня изъяли, только в новом варианте, мне Господь дает в храме во время литургии. По сей день не знаю кто. Как это может быть? Ну, назовите, у кого это было. Я не понял, что он вам вложил в руку? Пакет с книгами. С такими книгами по названию, которые у меня изъяли. А кто подал, я по сей день не знаю. Я не обернулся. А он мне в руку подсунул, я взял тяжело, но удержал. Сразу маленько постоял и к стенке поставил. Ты обернулся, никого нигде нету. Меня ангел за руку ведет. Игнать Тихонович, простите, а как бороться вот человеку, если он осознал, что его обуяла страсть вот эта зависть, и как ему с ней совладать? Только постом и молитвой изгнать демона. Это демоническое. То, что, ну, он мне завидует. Ну и что? Дальше завидует. Как он должен? Он должен только убить меня. Ну, почему позавидовал Каин Авелю? Потому что жертву его принял. А жертву принято по любви. А теперь Бог всю любовь направил на Авеля. А вот я его убью, а Бог без любви не может. Ему по неволе придется меня любить. Насилие над Богом учиняет. Ну, понятно, что Бог любит. А кого любить-то? Мы только двое на земле. И поэтому я его убью, он теперь меня будет любить. Вот когда читаем мы один день святой жизни митрополита Григория Санкт-Петербургского, дореволюционного, он говорит, Иуда не первый предатель. Первый-то предатель Христос. Христос предал его чаяния. Сидеть справа или слева. Быть министром финансов. Он предал его, и тогда он предательством ответил на предательство. Вот как надо понимать, какие глубины. А мне говорят, в вашей книге, если жизнь продлится, до самого конца будут расшифровывать. Ты стихотворения, которые мои берешь, считал-то. Ты понял, сколько в них заложено? Ну, там... Это, можно сказать... Ну, там концентрация, Игнать Тихонович, вот именно свято... Еще раз повторю, библейской, святоотеческой, житейской мудрости. Концентрация. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений по тридцать шесть строчек каждая. Да еще эпиграфы. Было такое, когда... Нет, я на молитве, одну строчку у меня как сверкнуло, я записал, а потом после обеда беру, считаю, и за строчкой все остальные тридцать пять строчек как ползут. Разве это не чудо Божие? Ну, да. А что такое печать? Вот у Каина на лице печать потом была... Трясучка, трясучка, он боялся. Он трясся. И с кем встречался, и все видели, что он трясется. Трясовица называется. От страха. И вот когда человек... Мы сидим, обедаем, и глядим прямо по двору у нас, милиционер прошел, он сразу раз... Вот так. Я говорю, а что это такое? Да я не знаю. А дальше его... Я говорю, ты не уходи, подожди, сиди. Я понял, что что-то есть. Тебя разыскивают? Да нет. Я тогда говорю милиционеру, «А ну-ка зайдите сюда». А кто это такой? Не знаю. Я говорю, ну посмотрите. А дальше откроется такое, чего нельзя даже придумать. Он только увидел, он сразу спрятался. А я иду, в милицию, все мне руку подают. Почему? Во всех отделах милиции я вел занятия. Начальник края, УВД, генерал мне говорит, моя милиция-то стала вести себя тише после бесед ваших, выступлений моих. Это разве не заслуга? Это Божья заслуга. А эти нападают, у них ничего нет. Павел говорит, я больше их потрудился, больше был в гонениях, больше в клеветах. Они увеличивают мою награду. Радуйтесь и веселитесь, когда будут поносить вас. Велика ваша награда. Они не знают это. Для меня это награда, венец сплетается. А они жалкие, бедные, несчастные, голые. Купи у меня, Господь, говорит, масть, помажь глаза, чтобы видеть срамоту, ноготы твоей. Вот ответ на то, что почему я им не отвечаю. Потому что в моих роликах все это отвечено. И они готовы, не хотят посмотреть. Даже вот такой сейчас разговариваем ролик. Также вот они сказали, а деревня говорит? Все, ребята, деревню оснуем. 21 тысяча заброшенных деревень. Я сказал стихотворение, братья, все бросимся, напишем. А это что означает? Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок. Так здесь моих стихотворений почти в два раза больше, чем они все вместе взятые. И помарки нигде нет. Написано, как чистого леса. Самое главное, это еще что? Это невозможно. Пусть они сделают, что Господь сделал через немощного, негодного. А почему? Потому что Богу открываешь свое сердце. Господи, я ничего не знаю. Твори, как тебе угодно. Они не знают. И теперь возьмите на себя правило, семь раз в день становиться на молитву. Один раз, это три святоя и плюс сто поклонов. И вот таких вот, и своими словами, это один будет считаться. Опять три святоя, там через часа два, там сколько, и сто поклонов. Ну это какая-то... Не считай утренней, вечерней молитвы. Ну пусть они это делают. Они увидят, как у них пелена сползет с глаз. Вот я о себе скажу. Я вроде в уме хочу это делать, но у меня в течение дня некая забывчивость или что нападает. И немощь, и забывчивость, и все, и ты ничего не можешь. А ты у нас был, когда мы пришли на работу, помолились. Выходим, помолились. Мы куда бы ни повернулись, в сад за малиной пошли, помолились. Ну это да, да, да. А покупаться пошли, помолились. Они не молятся, и поэтому давит их сатана злобой, завистью. Черной, неблагодарной. А я что делаю, это и для них. Это и для них. Мне радостно с утра пошел Володя сегодня, проводил его туда. Теперь он брат, бывший брат, бывший. Его будут на самолете отправлять до границы, и потом его только заткнут в свое государство. А я каждый день молюсь. Молюсь и ночью, и днем. Вот в Кемерово там беда какая. Мы уже молимся. Успокой родителей. Господи, если невинные дети крещеные, помяни их, Господи. Я не знаю, прости меня, что я молюсь. Я уже молюсь о них. Молюсь уже сколько дней с воскресенья. Мы говорили с тобой, самое-то главное, никто не исследует. Говорят, как замки надо, на каком этаже. Жириновский самое правильное сказал. Но и он не говорит. Главное-то, зачем вы пошли? Кто любит мир, нет люби отчий. Эти дети, может, и крещеные. Их столкнули туда, и они там погибли. Зачем туда толкали? Великий пост идет. Зачем вы послали туда детей? На погибель. И никто об этом не говорит. Вы, вы их погубили, вы, не дядя какой-то, не сторож, родители. Иоанн Затаус говорит, если родители не учат детей боговедению, боговедению, они хуже убийц. Убийцы убивают только тело, а эти родители убили бессмертную душу. Это родители убили их. Куда они их привели? А вы, у нас было потеряевки. Я говорил, не послушались, я после этого громил и громил, теперь вышли с покаянием, съездили в цирк. Так это одноэтажный, там, в районный центр. Лена возила их туда, ребятишек потеряевских. Я не успокоился, пока не было принесено покаяние. А почему? Чтобы не быть виновным. Родители, которые не учат боговедению, хуже убийц. Святой Иоанн Затаус. Ко мне не надо эти слова обращать. Вот так, брат. Ну, это страшно, Игорь Ильич. Да, страшно. Откуда зависть вошла? Я тебе ответил, завистью дьявола вошла смерть. Смерть. От него завистью. А почему дьявол впал в гордость? Почему он не может... Почему дьявол-то в итоге не восстал? И сейчас он, как говорят отцы, что он не может покаяться. Почему? Не может. Ему не дано покаяние. Не дано. Вот особо есть такая книга «Печаль сатаны». Ну, иногда «Скорбь сатаны». Мария Каррелли. Иногда там брокеру приписывают ее. «Печаль сатаны». Она у меня насчитана и есть. Здесь можно найти. «Дрежни. Печаль сатаны». Я ее дважды начитывал. Там как раз про сатану говорится. «В каком ты виде желаешь, в таком виде к тебе и придет». Богатый, значит, богатый. Кучерявый жених, кучерявый дьявол придет. Подробно. Все. И он говорит, «Мне не дано покаяния. Не дано». Он видит, князя такой прекрасный. Его так любят. И она там с ума сошла, Сибила. Хотела с ним сблудить-то. Он показал, кто ты. Ты смрадная. Погляди на зеркало. Она лучшая красавица Лондона. Ты смердишься червями. Он там ее отсчитывает как. А она с ума сошла от этого. А потом решила себя уничтожить. И теперь я узнала, кто это. Это он. И дальше как будто кто-то вырвал у нее ручку и ударил в бумаге клякса. Не могли прочитать. От сатана. Она хотела назвать его, что это Луся Римонес. Пищаль сатаны. По частям прослушай хотя бы. Ну, а рук дойдут. Скорь сатаны иногда может быть. Профер там напишет. Но главное, это написала женщина, Мария Карелли. А переводила там княгиня Кропоткина. Игнатихович, но ему не дано не то, что Господь, а то, что он сам, видимо, такую грань перешел черту в своем существе, да? Что уже нету, как бы, точка невозврата пройдена, как говорится. Но он спрашивает дьявол, допустим, Макария, и говорит, ну вот ты возлюбен Богом. Ну что, по пост, говорит, а я, ты сколько не ешь? По неделю. Ну я не ем 5 миллионов лет. Ну и что? Я вообще не ем. Ты спишь сколько, говорит? Ну, по часу. Я вообще не плю 5 миллионов лет. Ну, к примеру я говорю. Ну, а чего мне не хватает? Он говорит, смирение. Фух, терпеть не могу это слово. Вот все еретики, которые ушли, которые наши знакомые, они терпеть не могут слово. А я, пожалуйста, сегодня перед ним лягу и отдам ему, что ему надо. Он-то ничего не вложил, ни в Потеряевку, ничего нигде нет. Ему разрушить. Он разрушитель, как Герман Стерликов. У него ничего нет, кроме разрушения. Нигде нет епископа. Он один. Один епископ, и он один где-то. То есть лжец коварный. Разрушитель. А самая суть смирения, что это смирение? Богу дать место. Богу дать место. Да будет воля твоя. То есть, как бы ни было, где-то что-то, я смиряюсь с обстоятельствами, с потерей. Вот эти детей потеряли. Они должны были сказать, Бог дал и Бог взял. Они с ума сходят сейчас, родители-то. Бог дал, Бог взял. Как я вам сказал, 10 детей погибло в один день-то. Ну, кто так сказал-то? И они задыхаются в слезах. Там мужчина, который потерял двое или трое детей, сестру и жену, он сейчас, он говорит так, он, кстати, организатор митинга, организовал митинг там, такой хаотичный, и много людей собралось. И он такие слова сказал, что мне уже нет смысла, говорит, жить. Все. Вот так вот он говорит. У меня уже нет смысла жить. И он как бы на прополу сейчас прет, как бы вот бесстрашно все. Ну, то есть он что, положил все, все, вот смотрите, прокомментируйте, как, если человек, весь смысл своей жизни в детях, там, в жене, то есть места Богу нету, что ли, у него в жизни? Конечно нет. Это самое ненадежное влагалище. Куда он вложил-то? Сокровищница. Самое ненадежное. Ты все в Боге. Все и во всем Бог. Возлюби Бога всем умом, значит, уже ничего не остается всей крепостью. Значит, для другого не остается. Всем разумением, всей душою, всем, 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 четыре раза. И что дальше? Кто любит отца или мать, чем меня, не достоин меня. Я семикратно в день прославляю Творца за суды. Это суд Божий. Ты должен сказать, Бог дал, Бог взял, Господи, благодарю Тебя. Кто это сказал? Иов многострадальный. О, все. А почему сегодня никто не скажет? Почему священник там сидит, там у Малахова новости? Так, подожди, маленько. Ну, давай прощаемся. Все, с Богом, да? Или подожди? тогда подожду я лучше. Говори. Добрый. Ну, да, я тут разговариваю. Говори еще. Ну, минут через 15 позвони. Это батюшка позвонил. Так, слушаю. Да, я не знаю, вот про смирение надо смирением закончить, Игнать Тихонович. Было ли вот смирение у Николая Второго? Вот, мне интересно. Вот, хотя бы вот тут. А? Вопрос, в чем смирение-то? Все перед кем? Ну, вот, вот еще вот вы сказали, как бы, да, смирение, а вот примеры, яркие, такие прям, отчетливые примеры, вот, кто вот во смирении и в истинном был, вот, приведите примеры из жизни. Господь говорит, придите, научитесь от Тиме, ибо я кроток и смирен сердцем. Он смирился перед волей Отца. Да минует меня счастливый себя, но не как я хочу, а как ты. Воля Божия, воля! Я перед ней смиряюсь, и что бы он мне не послал, я смиряюсь. Жена должна быть смирена перед мужем, муж перед Христом. Христос показал смирен перед Отцом. Смирение, смирение, то есть, я смирно себя веду, не горды бачу, не поднимаюсь, не протестую, я никогда не пойду на эти митинги. Ну, был такой человек, он, у него там жена с бятишками летела, над Германией, и там, не досмотрели, столкнулись два самолета, и пали там, и он ничего не мог придумать, как поехал в Германию, добился туда, чтобы проехать-то, и нашел его, и зарезал, дагестанец, и зарезал, его посадили, и потом выпустили, а его тут Рамзан Кадыров, кажется, каким-то заместителем министра, что ли, поставил. Ну, я этого не могу сделать. Ну, случилось такое, да, случилось, а что сделаешь? Да и делать не надо, Господь знает, я ему предал душу свою. Ты, Господи, знаешь, что мне полезно, если просить буду без страдания, не спастись, буду простить страдания, не выдержу, скажу, не надо не спастись, чего хочу, не знаю, Господи, Твоя воля будет, Ты знаешь, сколько мне отмерить. Я иногда проигрываю такие ситуации, вот сейчас бы я раз, и оказался в Турции или в Йемене, проснулся я там, ну, я бы старался узнать, что за государство-то. Второй вопрос, есть ли православная церковь здесь? Я уже с голоду не умер бы, а если нету, я бы стал узнавать, какая тут вера, мусульмане, я бы посмотрел, кто тут, мула, чтобы ничего не нарушить закон-то, и сказал, вы можете мне какую-то работу дать, чтобы я вечером мог поесть, хотя бы один раз? Я бы это принял, как от Бога, кораблекрушение, как, вот, когда писали Робинзон Крузо, там многое выпустили, сейчас стали печатать полностью, или хижина дяди Тома, Бичерстоу писала там, это, там многое выпущено, он там еще есть такой, всплескивает руками, закованными, в цепи, раб, негр, как я славен, Господи, как ты славен, ты мне дал руки, ты дал работу, цепи эти, все в тебе, вот, нужно научиться славить, Павел перечисляет все беды, опасности от лжебратья, вот такие, как у меня везде, я благодарю тебя, он закаляет меня через это, и когда сегодня люди за чего-то волнуются, для меня нет ничего этого, почему? Я пережженный, на всех этапах, вчера начальникам стали говорить, ну, я же сказал коротко биографию, а где вы были, в каких тюрьмах, я сказал, вчера там, когда были, там начальник-подполковник, по-хорошему поговорили, а тут у меня бумага пришла из прокуратуры, что делают они там, но он прочитал, видит, что я не просто с улицы, а вы были тут в выходные, я говорю, мы приезжали ничего, а тут говорят, что вы снимали, я говорю, снимали, потому что, какое время свободно, ну, а почему еще и на видео снимали, ролик получился, поэтому мы снимали, а я комментировал, против-то, на улице никто не запретит, да нет, но видно, что, что-то думает, а простой, который передо мной был там человек, наш же, из общины где-то, о чем он с ним будет разговаривать, ничего у него в жизни этого не было, друг, этому, кого арестовали, одинаково понимает, что плоская земля, и прощая щепуха, это, ну, ладно, не будем говорить, не надо, я не хочу, да, и о чем он с ним будет начальник говорить, у него ничего за плечами-то не было, нету, я попал бы не в эту обстановку, в другую, у меня там есть о чем говорить, стали говорить, а вот, а вы признаете, что вот мусульман, один пишет, а у них друзья, друзья в Азербайджане, он ездит, у Мулы ночует, сразу же все, ролик поставили, ну покажите, кто в доме Мулы ночевал, простое дело-то, и проповедовал о Христе, ну просто поищите, ну и все. Вот они, знаете, вот вы сейчас, вот вы вот об этом все рассказываете, и они вас упрекают, а вот смотрите, как он тщеславится. Да, и все, еще, почему решили, что тщеславится, а Господь говорит, как он прям в прелести, город на вершине горы, спрашивает, я должен показать, Павел говорит, я более вас потрудился, и перечисляет в гонениях, так Павел, тщеславится или что? Впрочем, не я, но благодать Божия во мне, благодать. Ну пускай скажет Павлу, что ты делаешь, Павел. Павел говорит, подражайте тем, которые в нас, нам подражают, он сказал об этом, а им нельзя подражать, у них ничего нету. Потом эти все, там монахи, или кто, миссионеры, вот смотрите, как он хулит святых, там Серафима Саровского, Сергия Радонежского, так. Подожди, а минуту, дальше не говори, не греши. Я хулю Серафима Саровского, покажите, как. Вырывают из контекста. Вырывают из контекста, что именно вырывают? Давай, покажи. Они вырывают, и клещут. Нет, я насчитал жития, моим голосом, насчитанное жития, по всей стране, распространил в советское время. Так, люблю я или нет, вы любите, только в пустословите. Я живу в такой же бедности, в такой же рваной одежде, я подражаю им, а вы-то не подражаете. Одевающиеся в мягкие одежды, где, Павел говорит? Где? Спрашивал Христа, когда где? Я не в мягких одеждах, у меня самое ничтожное. Они на рок-концертах играют, я вот к одному миссионеру этому зашел, а он там с гитарой, там барабаны, что он там тут делает, непонятно. Не надо это про них говорить. И молитву, вот сколько я не видел, вы, Игнатий, и Сергею Радонежскому в молитвах призываете его, ну, помощи, и Серафиму Саровскому, и остальным. В молитвах же вы им молитесь. Молимся каждый день, при том, и ты же был, знаешь, и Серафиму, и Сергию. Как я их похулил? Покажите, чтобы я не хулил. Ну, это, я не знаю, как к этому относиться. Ну, ты узнай, скажи, как он их хулил? Я признаю и молюсь, какое еще тебе надо, за что он мне нужен? Чтобы икону деревянную сжавать съесть или как? Ну, они там, так сказать, я говорю, из контекста вырвали, как вы эпитетами их награждаете. Вот так же, как Степаненко в свое время сделал, вот он эпитеты такие собрал, там жесткие. Степаненко, сейчас-то мы говорим о святых, конкретно, что я сказал, вопреки Библии? Это надо мне поднять, и прямо... Подними, подними. Я только скажу тебе, что книги мои, в которых это все написано, 15 лет, 15 лет ее все разбирает, и на первом месте враждебно именно Кемеровской епархии была, не из-за нее ли это вся зараза? Это какая беда случилась-то? И нигде ничего нету, нету. И Дворкину отдали, и Киева Печорская лавра моими книгами занимаются. Сензорские отделы. Дворкин, Игнать Игоревич, вот насчет Дворкина, я был семинаристом в Екатеринбурге, и он приехал, и он перед нами выступал, перед семинаристами. Потом отъехал на некоторое время, потом опять встреча была. Я уж, ну так, я деталей не помню, и он перед нами гордился, я не знаю, хвалился, то, что он чуть ли не в рукопашную дрался с сектантами. И он прям бравировал перед, смотрите, как надо, вот, ну то есть в рукопашную там, мы там давили, 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 вот прям вот в таком духе. Кто обратился, кто стал христианином? А я покажу священнику, которые стали с сектантом, пришли. А написано, середиками обращайтесь кротко, канон. Не откроет ли им Господь истины? Он не знает, он чужой, он безбожник, лютый безбожник. Так он вот, а сегодня, вот этот, американский проповедник, вот одна женщина выставила, вот ролик я посмотрел, и вот он проповедует, я не знаю, он понятно, он не православный, он скорее всего баптист там или кто. И вот он проповедует, там слова говорит, а вы что там, зачем вы вот так лесбиянки, что вы делаете? И один подходит к нему, ну такой, видно, что он спортсмен, и раз ему, пару раз ему заехал в лицо, ну а брат, рядом с ним стоял брат, тоже во Христе, он его отодвинул вот этого, ну так сказать. Да я все видел это, видел один раз. И вот Дворкин ровно так и поступает, он подходит и бьет в лицо сектантом. Да не бьет он, он не бьет, он врет, он трусливый. И что он хочет добиться этим? Я меня не понимаю. Его кормят, сколько на него средств истратил в патриархии. Он не профессор, такой должности сектанта вообще не существует. И сейчас сколько там исследует его, сначала в Израиле его тренировали, потом в Москве, потом в Америке, потом прислали сюда разрушать. Это разрушитель. Страшный человек. Он на мне уже раза четыре спотыкался только. Да он не закрывает свои уста клеветнические, потому что вот недавно в Омск приезжал, меня к сожалению не было, а мой товарищ Дмитрий спросил, вот что вы скажете, он говорит, сектант, секта, на лапки. У него ничего не древнего слова-то. Ну, все. Он еще нет. Безапелляционно, я говорю, вы опаснуйте свои слова, он ничего не сказал разумительного, просто вот идет огульная клевета, такая дешевая причем. В Новокузнецке было, когда он выступал, а там Михаил Михайлович Кальмаев записку послал, и он точно тоже ляпнул, а тогда он встал и говорит, а это неправда, это не так. Он тогда сразу, ну тогда я не знаю. Он был в Барнауле, а я вел занятия в ИГТУ, 21 тысяча студентов, и его приглашали, наши ходили до Буноп, он не пошел. Он как, сектанты были, сектанты были в Алтайском государственном университете, в этом, вахтовом зале, и они были, 50-ти там говорят. Ну и ему вопрос задают, а он не отвечает, сектанты, ну прям от начала так кривляются. Это они встали, пошли. А он кричит, надо вроде обыскать их, посмотреть, не утащили что-нибудь они от нас. Его даже дураком нельзя назвать. И этот человек на телевидении выступает в ТВСоюз. того достойно. Того достойно. Удивительно. Он еще не знает. Я конкретно скажу, вот человек, вот выйдет священник, вот он, в моей печке, у меня дома-то, сжег там комсомольский билет, обратился к Богу, стал священником. Я покажу, евреи в моем доме обратился, стал священником. Я конкретно показываю. А вот еще покажет. Игнатих, мой товарищ, мы в Тобольске с ним учились, вот, семинарии, сейчас он священник в Тюмени. и он свидетельствует, что как бы Игнать Тихонич не был, так сказать, ну, резко нас не обличал попов, но что, а мы смотрим на то, что ко мне вот приходят на приход люди посредством слова Игнатия Тихонича, пришедших в православие, из разных сект. Вот, мне говорит мой товарищ, сейчас скажу его имя, Константин Пирожников, священник. Приходят люди от вашего свидетельства в православие, Тюмень, Тюмень, город. Да ко мне там всюду приходят, и в Америке, и в Германии, и даже в Испании. Господь привел, у них этой благодати нету, благодати призывающей и обращающей. Это не мое, это Бог делает, я при чем тут сказал, он другой говорит эти слова, они какой роли не играют. Ну что, все, наверное, да? Да, слава Христу, Игнатий Хрисович, спасибо Христу. Не другой раз, что если вопросы будут? Ну, я буду готовить темы, сейчас просто я сообщины закончу, вот у меня техника, помогает Виктор, вот, Патеримов, Патеримов, сегодня вечером, может, сегодня вечером, может, мы сделаем. Да, ты ему скажи, что именно от меня, он самый большой помощник, он мне купил, за следующий этот процент. А к Алексею Загуляеву обратился, он даже не ответил мне. Вот, а все сходится? Да, я понимаю, да, контекст я понимаю, Игнатий Хрисович. Дай Бог, слава Христу. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok.